В детской школе искусств состоялся концерт инструментального ансамбля «Бревис». В этом году коллективу исполнилось пять лет. На первый юбилей они пригласили родных, друзей и тех, кто неравнодушен к музыке. В исполнении артистов со сцены прозвучали произведения от Моцарта до Баха, а также русская музыка, классическая и популярная. Репортаж Дарьи Самородовой. Атмосфера душевного торжества, эмоции, которые дарит качественное исполнение музыка, невозможно описать словами. Да и к чему слова, когда такое звучание. Уникальный инструментальный ансамбль «Бревис» был создан пять лет назад. Молодые специалисты-преподаватели главную ставку делают на разнообразие репертуара. В их копилке и классика, и джаз. И что более удивительно, популярная эстрадная музыка. В этом концерте участие принял и воспитанник детской школы искусств Вадим Толканов. Вместе они сыграли произведения синга. Сегодня на концерте говорили о том, кто с нами играл, о том, сколько с нами замечательных музыкантов музыцировали, были в творческом поиске, в творческом порыве. И на самом деле я очень рад, что вот наконец это у нас получается на сегодняшний момент такой уже крепкий сложившийся коллектив. И мы именно этим составом даем концерт уже второй год. И я очень, очень рад тому, что тому уровню и тому исполнительскому мастерству, к которому мы пришли. Мелодии Бревиса как будто обволакивают сознание. Слышна только музыка. И пока она звучит, складывается такое ощущение, будто в зрительном зале не души. Только аплодисменты возвращают реальность. Виртуозное владение баяном и скрипкой, бас-гитарой и балалайкой, ударной установкой и, конечно, роялем. Зрители оценили по достоинству. Особую мощь концерту придавали стихотворения поэтессы Вероники Богдановой и вокал Анастасии Самылкиной. Надо сказать, что Анастасии ближе петь и дирижировать. А благодаря созданному ансамблю она учится играть на инструментах. Будут дети расти, морской сердце, матерь грея, становясь каждым днём и сильнее и мудрее. Стал в небо встать, разноцветного дня, от России моей, от России моей. Я понемногу учусь, потому что по образованию я, конечно, не перкуссионистка. Я понемногу учусь на разных инструментах, шуршать, бренчать, играть на ударных. Приходится учусь, думаю, что всё получится. Название концерта «Либерти» не случайно. Именно отсутствие рамок, ограничивающие творчество, может позволить артистам чувствовать себя свободными. Пять лет – это первый юбилей, где собрались родные, друзья, коллеги и те, кто неравнодушен к творчеству Бревиса. В день рождения, как и полагается, тёплые слова поздравления, цветы и подарки. Директор школы Наталья Зелёная подарила коллективу новую идею для их дальнейшего творчества. Это прекрасный чай, лучший, какой вообще может только быть. Я думаю, что он украсит наш коллектив. Бревис о нём мечтал. Мы скрывали это втайне, насколько могли. Такой замечательный подарок к пятилетии. Праздник, который нам подарил замечательный ансамбль, как всегда, это восхитительно, эмоции переполняет. Очень здорово. Даже дети чувствуют себя восхитительно. Спасибо большое Бревису. С каждым концертом у ансамбля появляется всё больше поклонников и зрителей. Побывавшие однажды на их выступлении обязательно вернётся вновь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее Самородова Кирилл Сементьев, Алексей Урженко, Григорий Волков. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова